Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст, и сегодня у нас понедельник. И я подумал, что очень хорошо зайдет такой задумчивый и протяжный проект, как Doom VS. Ну вы, короче, меня поняли, поняли такую аллегорию каламбурчик. В общем, мы сегодня рассмотрим впервые на моем канале Funeral Doom Doom Dead Metal проект, который мне очень нравится, но, как и большая часть музыки, которая мне нравится, про нее очень мало информации, поэтому довольствуемся тем, что есть, то, что я нарыл. Устраивайтесь поудобнее, заварите чаек, сегодня будет задумчиво, протяжно и интересно. Но прежде чем начать, как всегда, опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. Это способствует продвижению канала. И ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Гугл.Подкасте и Спотифае. Ну что ж, погнали. Дум-ВС это не просто проект, это шведский фьюнерал Дум-проект, сольный проект Юхана Эриксона, гитариста группы Дракониан. Да-да, того самого Дракониан, которого мы прекрасно знаем. На сегодняшний день этому проекту уже 19 лет, и он существует с 2004 года. Эриксон является единственным участником Дум-ВС, он сам сыграл и спел свои песни, сам записал и свел. Юхан Эриксон это музыкант, мультиинструменталист и продюсер нескольких метал-проектов. Самый известный среди них, конечно же, Дракониан, как я уже сказал, это Дум-готик-метал-группа, созданная Юханом еще в 1994 году, где он начинал играть ударником, но вскоре расширил свой круг деятельности, став гитаристом и главным композитором группы. В 2004 году Юхан создал сольный Дум-метал-проект Дум-ВС. Он был врожден с идеей создания чего-то совершенно темного и личного в уникальной области Дум-металла, и вы знаете, у него это прекрасно получилось. Ближе к концу 2004 года была выпущена дема Empire of the Fallen, спродюсированная Юханом. На трех песнях из четырех вокальной партии исполнил Дэниэль Арвитсон, гитарист группы Дракониан. Дема была хорошо принята критиками и привела к сделке с финским лейблом Fire Doom Music. Это Extreme Doom Metal, отдел лейбла Firebox Records. И все это было сделано в 2005 году. Юхан приступает к работе над дебютным альбомом и уже в апреле 2006 года завершает работу. Дебютник Aeternum Vale был издан 10 июля 2006 года и получил очень хороший отзыв в Doom Metal сообществе. На этот раз Дэниэль Арвитсон выступил приглашенным гостем и исполнил вокальные партии только на одной из песен пластинки. Название альбома Aeternum Vale в переводе с латыни означает «прощание навсегда». Уже в январе 2008 года началась работа по созданию второго альбома. That World's Peak был написан и записан Юханом собственноручно на репетиционной базе Дракониан. Он проделал всю работу на альбоме, занимался сведением материала и даже художественным оформлением диска. Альбом был издан 20 октября 2008 года. Вскоре, ну как вскоре, через 6 лет, в 2014 году, выходит крайний и последний на сегодняшний день альбом. Он мне безумно нравится. Это просто эпогей творчества. Юхана, это мой любимый альбом проекта Doom VS, он называется Earthless. И сейчас я предлагаю послушать одну из моих любимейших композиций с этого альбома. И я уверен, что если вы любите мрак, тьму, как только вы услышите первые нотки этой композиции, вы поймете, почему она мне любимая. Что ж, давайте послушаем и испытаем чисто эстетическое удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...